сегодня комментарий написали утром стас снег выпадает все больше и больше у тебя сарай не завалится став какие-то опоры на сарае снег вообще не лежит то есть он ложится малейшее солнце и сходит весь он и так с той стороны собирается его много допустим снега и он уходит это когда я делал этот сарай мне говорили неправильно это рассчитал уклон скатов крыши будет снег все время лежать ну вот видим по факту лежит снег или нет сходит радуса хватает отлично никаких опор вовнутрь сарая не ставим вот он входит сюда сегодня минус 19 у нас утром был вот ни одной опоры нету вообще ни одной и я не переживаю опоры буду до когда когда мы поставим все клетки вот каждая несущая это на каждую клетку несущая опора для перегородки вот несущие закладная там на тоже металлической опоре приварено и здесь будет стоять опора вверх и так везде но это когда будут клетки сейчас он так стоит без опор да было много комментариев ляжет у тебя первую же зиму но у нас уже февраль и честно говоря даже малейшего ну малейшей мысли нет у меня что сарай у меня ляжет как мне писали раньше мы писали от не знания или там вот своих догадок а я немного как бы строительном отношении прошел немало ни один десяток лет строительстве и строительстве не у бабы маруси крыльцо делали забор а монтажи зданий железобетонных зданий конструкций клюшечники демонтаж монтаж всякие там разных видов металлоконструкции всякие ангары цеха бункера завы нори шнори и море мельницы это все я прошел свое время поэтому я когда что-то делаю я наверное себе дома плохо не сделаю наверное когда я делаю мне хочется дома сделать чтобы было хорошо надежно я думаю как и каждый из вас ну это такое у нас в комментариях люди разные поэтому как бы понимать надо каждого и что я делаю так сейчас покажу своих поросят которых я забирал дюрку это уже два дня получается как они отдельно и расскажу с какой группа ружки начинать просили расскажи с какой группа ружки начать и также просили как начать то есть какую группа ружку что для этого надо покупаешь ты не покупаешь зерно зерно там ячмень все покупаю и также вот такие все мелкие нюансы покажу расскажу друзья что я еще хочу сделать я хочу ну как бы давно у меня такая мысль ну не то что давно я занимаюсь всего два года с виноводством я знаю что вы все специалисты я так поскольку по стоку хочу прикупить свои земли юра мне говорит мой компаньон по бмвд по производству бмвд говорит что надо покупать свои земли тем более там какой-то закон должен войти в силу в июне в июле так что ну я думаю со временем не знаю когда со временем наверное куплю как какую-то часть земли для чего для того чтобы у меня был была своя пшеница не ходить не искать не пробивать а свое вырастил я думаю будет дешевле и так же самое ячмень и в там не знаю что ну то есть нам надо купить из земли вас фермеров у меня на канале много посоветуйте подскажите как лучше что лучше потому что у меня и знакомый там продает трепая ну полтавской области у меня возможность есть купить несколько паёв есть что продать не дешевое ну короче есть есть какие-то сбережения но сбережения я на этот сарай именно собираю на весну то на металл то на железобетонный железобетонного комбината миксер бетоном залить хорошим бетоном 250-ку или 300-ку будем заливать ну то есть тут надежный больше потом не переделать также бить скважину проводить сюда воду воду я у себя дома у меня моя станция старого образца заглючила ставил автоматику новый бачок автоматику ну не нарадуюсь и также сама решил буду делать здесь автоматику с баком поставлю в комнате или в котельне это когда перегородка будет потом она будет ясней то есть это все покажу буду показывать рассказывать и также друзья вчера я снимал ролик жарил картошку с салом получилось но просто огонь съели и даже немного не ну как бы сказали что мало надо было больше делать кому интересно на втором канале мы все жарки при жарке разжарки что жарим что готовим на сковороде и будем на грилю будем на мангале переходим на наш второй канал сын блогера я закреплю в комментариях и под видео кому интересно переходим смотрим как мы там что будем готовить со временем будем пробовать все все всегда и везде то есть я туда буду выкидывать все что жарю готовлю и так дальше а сюда свиноводство богдан заниматься каналом особо не хочет и решил буду туда выкидывать всякие нюансы и показывать вам кто еще не знает я купил мясной топор для мяса 2020 года 580 гривен я покупал также у меня накружила буржуйку из разных частей это внутренняя камера буржуйки это наружная и это верхняя крышка в юшке на нее колесники поддува его это все надо монтировать ножки на эту же буржуйку буржуйка заводская а вот на дымарь на дымоход это вставляется пазики сюда входит и сюда пошла и даже трубы есть но труба только одна вот такая мощная хорошая и даже регулятором вытяжки одну не могу найти вот такая где-то было не могу найти буржуйка получается мобильного типа перенес затопил унес но я ее хочу переделать под сковороду под вот эту сковороду сделать чтобы на печку на буржуйку ставить наверх и горели и дрова то есть огонь горит я спокойно мог жарить здесь когда огонь горит невозможно жарить с боков прет а так ну то и зайдете на тот канал на второй я там вчера это рассказывал эти нюансы вчера мы дарили картошку также я сделал стол стол для разделки тушь полу тушь сделал его крепкий сам сварил из труб уголок ну то есть вот такое вот и хочу то есть эти столы почищу вскрою лаком этот вскрою и дострою еще сюда метра полтора столешницы потому что будем сейчас пойдут у нас мясные дела и чтоб места хватало куда складывать и также буду оставлять мясо вылезки отбивные затки лопатки на приготовление будем тоже смотреть ролики по приготовлению кому интересно так постараю рассказал по всему рассказал ну вроде бы поросята тут две лампы 1 250 к 2 150 к хватает вчера им высыпал пол ведра уже с стартовым комбикормом предстарты старты уже съели сейчас буду добавлять тех показывать пьетре нам не буду позже покажу скажете подросли или нет но подросли хорошо дюндики дюндята так сейчас им насыпем потому как уже съели никто из них поросят поноса нету желтого нету жопки чистые вот вам и стартовый старт и предстарт водолага я когда даю водолагу так я уверен на 85 процентов где-то так вам зацепляют надо выше что поноса не будет а то мне говорили да он там человек делает сам бмвд и стартовая сам делает спасибо друзья не надо почему потому как я уже перепробовал свое время всякие бмвд и стартовые ровеные самопальные домашние ну или мне так попадалось ну короче срачка была зеленая текло как из ведра у поросят это я все проходил во первых что такое заводской бмвд это на заводе технолог делает рецепт какой знает и по этому рецепту завод изготавливает белковую витамину и минеральную добавку это в лаборатории это заключение в лаборатории а если дома брать ну какое есть заключение в лаборатории дают полностью все необходимые бумаги на соевый широк есть заключение в лаборатории про соевый широк в домашних условиях если мы покупаем где-то у кого-то нету а свою дома берут какую ну давайте будем честны ну что подешевле правильно правильно вот вам все умозаключения поэтому чтоб это мне не рассказывали я уже кое-что прошу вы знаю вот поросята уже два дня сами жопки чистые это вот по факту я вам показываю а я знаю заберешь поросят на второй день все дрыщит как из ведра тоже проходил поэтому я и знаю я им насыпаю не так что они вдоволь все время едят я вчера высыпал им пол ведра съели сегодня зашел час опять насыпал вечером еще они сейчас это пока кипишую час 1 2 отойдет и начнут нормально то есть это так это соевый шрот это не соевая макуха а шрот это когда проходит обработку еще раз термическую обработку еще раз вот соевая макуха опять обработка и выходит соевый шрот а соевый шрот тяжело купить практически нереально макуху можно соевую ну называет шрот типа чтобы это поэтому бмвд старт чем не нравится водолага поросята маловероятно что будет понос почему потому что здесь есть и витамины и от поноса и есть от отечечной болезни какая-то часть мне говорят а что ты делаешь бмвд и не знаешь ребята я не делаю бмвд бмвд производит завод киевская область село плахтянка по рецепту технолога я не произвожу его я не лезу туда куда не понимаю то у нас уже каждый второй делает свое бмвд и давай налево направо торгует брали пробовали не понравилось порося чуть не погубили поэтому как бы я знаю завод есть завод так самый топор я купил заводской нормально наточил сталь хорошая то есть отлично все ну мешалку купил заводскую думал сам делать ну купил и все без геморроя без ничего пользуюсь кстати помешалки именно такой фирмы говорили что лучше есть может быть есть но это я и бетон колотил форта и каждый день корма колочу то есть нормально меня устраивает поэтому так ну то есть не надо там на меня то ты не понимаешь что ты там на того на того на говоришь на того говоришь я кое-что понимаю кое-что знаю да я недавно занимаюсь ты на 8 там третий год только пошел ну я стараюсь дойти не останавливаться на том что если все выше 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 свои ну то есть у меня есть определенные цели в свиноводстве я думаю со временем я вообще не буду покупать ни отходы не искать где дешевле свое выроскил забрал и все я думаю так будет правильно просто ну как бы ко всему дойдем в свое время сейчас вот достроить сарай там еще куча мне надо построить сарай дровник в этом году беседку разобрать там один старый сарай ну и заняться забором вокруг всей территории но забор может на следующий год отвожу ну то есть есть что делать и там по магазину надо тоже там достроить расширять есть чем заниматься поэтому как бы за все сразу не схватиться и все поэтапно поочередно делаю так как начать с какой крупоружки друзья с крупоружки какой начать эту я купил более ну такая более ну можно сказать чуть-чуть типа профессионально она меня устраивает пока на мою поголовье ее хватает скажем так вот у меня там сколько ну не знаю там больше 30 или 40 то есть мне ее хватает полностью хватает я вот день уделить а какой день наверное там ну полдня уделил надробил вот этот ящик вот допустим горох в бочке там если надо ячмень но ячмень я вообще сейчас не использую меня есть пускай лежит пока не нужен там или кукурузу все наготовил пользуюсь там пару дней два-три дня пользуюсь потом заканчивается опять уделил полдня как начать эту я брал по моему там 3 800 или 4 3 800 или 4 тысячи гривен это крупоружками вышла это человек делает сам дома как начать я советую начать с обычной крупоружки вот продаются в инструменте там в стройматериалах маленькая обычная крупоружка она стоит или 1600 гривен или 1700 и насколько я помню если мне память не изменять вам ее вначале хватит этой обычной примитивной стандартной крупоружки вами вначале хватит там сколько вы возьмете тех поросят попробуйте да да нет нет понравится не понравится ваше не ваше полюбите вы свое дело или не полюбите если все подошло вам эта крупоружка маленькая которая ну первая ваша грубо говоря вам она тоже необходимо на ней можно дробить быстро очень хорошо дробит горох и соевую макуху вам она надо их в случае если ваша основная накрывает тот как у меня допустим вот завтра перестанет она работать что мне делать ждать когда его отремонтирует а мне что надо кормить у меня есть на призапасе старого образца ну типа такого типа только чуть послабее но не чуть а слабее в половину ну то есть перебиться ней тоже можно она становится на такую бочку то вторая моя крупоружка маленькая это еще тестя старая и то есть если что-то с этой пока отремонтирую или закажу какую-то запчасть или деталь попользуюсь старой перебьюсь так сказать и также вопрос задавали стас как ты какие прививки делаешь своим свиньям то есть по голове своему какие вакцины и так дальше никаких прививок никаких вакцин только колем железо купируем хвосты купируем зубы и все и повторно железо ну и колем и вермиктин там от глиста от клеща и все или даем там порошок от глистов больше ничем вы скажете потом почему надо надо в того в кого болячки ходят у меня их нет когда что-то будет будем что-то делать а пока мы у меня нету вообще никаких болезней чем я могу грубо говоря похвастаться и мне нечего делать прививки или вакцины вы скажете там все равно как бы придать ну забегая наперед надо делать ну надо вы себе делайте я себе не буду делать и у меня есть человек который так сказать полностью советует и подсказывает как лучше что надо что не надо и очень но такой не буду говорить кто ну большой специалист именно ветеринарных вопросов поэтому сказал не надо ничего не надо делать я задавал кучу вопросов может давать то может давать то не если сделать допустим вакцины на год на полгода или там прививки это мне сделать один звонок вечером мне все придут сделать но сказали не надо у тебя нету болезни у тебя нет никаких болячек поэтому не надо вы я знаю делайте правильно вы молодцы ну я вот так как бы по-своему так что думаю объяснил и на крупоружку как и какие надо решета я когда покупал решета вот это стандартное было 42 на него быстро быстро дробит то есть очень быстро хоть пшеницу хоть ячмень быстро так же я покупал режется вот одиночку это я уже вырезал двоечку ой 2 и 5 и троечку это я пополовине вырезал половина еще надо вырезать вот по моему двоечка там короче единичка то есть есть у меня какие-то разные виды диаметра решет я советую минимум это надо чем меньше тем лучше для поросят если у вас хорошая крупоружка то есть объемы хорошие делает тогда ставьте 2 и 5 3 в идеале будет это я так делаю на четверку крупные выходят ну крупные что выносишь навоз и выносишь те частички которые остаются поэтому как бы чем меньше тем лучше вот я про старт делаю через корпоружку пропускаю гранулу и вот манка выходит отлично не он грите так едят и так сама стартовый корм у меня уже намешанный ячмень я на старте не использую только кукурузу и пшеницу кукуруза это дополнительный энергетик для поросят корма вот тоже не крупно манка чуть-чуть есть больше манки это на 2 и 5 то есть нормально вот так навоз контролирую потому что убираю смотрю какашули частичек нету вот так друзья думаю ответил сказал поделился то есть зайдем еще дойдем хорошим результатом насчет вот корма моих петро и ну вот сейчас надо поросятам поддавать свиноматкам шкурки куски хлеба будут оставалось насчет вот видите у меня цель цель 500 голов в год от корм но это когда-то будет на на есть вот эти поросята которые 10 10 штук наделись 16 сентября старта гровер финиш я все записываю скоро дойдем туда же до плитки до пола ведем в списке ведем записываем потом остановим все подсчеты скажем все ребята хорош ну горе горе ох уже же боря так я столько только давал вот это друзьям просит чтоб я ему дал или старта или предстарта я ему уже давал чуть-чуть и вот это опять прошел просить на он кашу вареную не так есть как стартовый корм а и гровер тоже хавает нормально сейчас покушает водички попьет и пойдет ляжет солому так что друзья такие дела будут сейчас делать переноску мне надо сделать не знаю может добавлю марку порося там еще третью лампу для обогрева вот у меня есть старая но она рабочая просто старая сейчас протрую повесить сделаю я думаю будет нормально все всем пока